Создание мобильных прачечных – это идея не новая. Непосредственно этот был сделан силами и средствами волонтеров народного проекта. Много николаевских патриотов также подключились к производству первого прачечного комплекса. Фирма «Артель» обеспечила дизель-генератор, фирма «Электрим-2000» полностью все энергообеспечение, то есть проводка, автоматика, Александр и Дмитрий Волоченко насосной станцией обеспечили, Андрей Стрельцов купил все машинки. И хочу сказать, что проект на этом не заканчивается. В данный момент в разработке уже еще три «Кунга» для 79-й аэромобильной бригады. Непосредственно эта прачечная поедет в пункт дислокации 1-й бригады морской пехоты, которая тоже наша Николаевская. Остальные три будут переданы 79-й аэромобильной бригаде. Ребят много, намного больше, чем морпехов. В прачечном комплексе установлено 7 стиральных машин, насосная станция, дизель-генератор, который позволит обеспечивать бесперебойную работу комплекса в полевых условиях. Ну и также баки для емкости для воды. Потому как если вывозить на передний край этот комплекс, то в чистом поле воду взять негде, она приедет вместе с комплексом. Также комплекс предусмотрен к подключению к обычной электросети, ну и соответственно к водопроводу. Мощная насосная станция, она подает воду машинке. Также предусмотрен компрессор для того, чтобы по окончанию цикла стирки можно было продуть всю систему и избавить ее от воды, что предостережет нас от замерзания системы в холодное время года. Машина либо будет передвигаться по переднему краю, либо будет по блокпостам, в зависимости от задач, которые будет выполнять подразделение, которому она будет принадлежать, либо будет находиться в пункте постоянной дислокации, тоже непосредственно в зоне АТО. Было принято решение о создании быстросъемных конструкций душевых, таким, чтобы можно было установить, обогреть, помыться и забрать это с собой. Потому как сейчас у ребят это тоже большая проблема. В общем, хотелось бы поблагодарить волонтеров за оказанную нам помощь, потому что это неоценимая услуга. Ребята постоянно стирались вручную, все это сушилось, очень долго сохло. Сейчас такие условия, что и сушить-то негде, поэтому все это кисло, грубо говоря. А теперь ребята будут следить за своим внешним видом, стираться как положено, все сохнуть будет гораздо быстрее. В общем, это неоценимая услуга. Огромное им спасибо. Тем более в таких условиях, я так поняла, прачечная будет отправляться в зону проводения антитристочной операции, там очень тяжело следить за своим внешним видом. Поэтому это неоценимая услуга. Огромное спасибо.